Собираете семантическое ядро для своего сайта? Нужно пересечь огромное количество слов? Или нужно собрать поисковые подсказки? Меня зовут Николай Шмычков, и сегодня мы будем рассказывать, как собирать семантическое ядро для вашего сайта. Зачем нужно подбирать ключевые слова? В первую очередь, это семантическое ядро. Семантическое ядро – это структура вашего сайта, разбивка сайта по страницам, и на каждую страницу должны идти определенные ключевые слова. Во-вторых, ключевые слова собираются для контекстной рекламы, в частности для Google AdWords и Яндекс Директ. Ключевые слова используются для разбивки по группам и используются практически все низкочастотные и среднечастотные продающие запросы. А в-третьих, ключевые слова используются в контенте. Да, для этого видео тоже были подобраны ключи, и они распределены по всему контенту. Также ключи подбираются для статей, для комментариев и даже для блогов. Подбор ключевых слов – очень простой процесс, условно разбиваемый на две простые фазы. Первая фаза – это подготовка, включает анализ, и вторая, собственно, сам сбор ключевых слов. На этапе подготовки вам нужно будет сделать следующие действия – проанализировать конкурентов, собрать все идеи и собрать все синонимы. Начнем с анализа конкурентов. Если вы думаете, что вы единственный уникальный на рынке – это ложь, это обман. Более 99% сайтов на рынке уже сделали то же самое, что и вы. Вы еще не верите? Вбейте в поиск то, чем вы занимаетесь, и вы увидите огромное количество сайтов, которые уже давным-давно в топ-10 по вашим ключам. С хорошей стороны, у конкурентов мы можем забрать следующее. Мы можем забрать у них структуру сайтов, те ключи, по которым они двигаются, и идеи, по которым они продвигаются. Для поиска конкурентов рекомендуем использовать такой сервис, как серпстат. При помощи него можно легко выловить все ключевые слова, по которым двигается конкурент, и в частности страницы, по которым он продвигается. С легкостью ключевые слова можно найти в таком известном сервисе, как Ahrefs. При помощи этого сервиса вы можете изучить ключевые слова конкурента просто в один клик и скачать их сразу в удобном формате. Для анализа структуры конкурентов я рекомендую использовать такое приложение, как Screaming Frog SEO Spider. Оно позволяет в древовидном виде сразу изучить структуру сайта, изучить его страницы и, возможно, даже обратить внимание на его тайтлы и дескрипшн. Итого, вы украли по факту у конкурентов ключи, структуру, осталось контент. Возьмите ваши уникальные торговые предложения, сложите их все вместе и сделайте свой контент. Синонимы – это то, что обычно забывают при сборе семантического ядра. У каждого слова есть свой синонимический термин, и нужно учитывать их тоже при подборе семантики. Возьмите, подберите для каждого вашего слова, которое мы собрали из первых двух этапов, синонимы. Идеальным сервисом для подбора синонимов является все же Serpstat. Вы можете вбить ключевое слово, выбрать вкладку «Похожие фразы» и изучить все синонимы сразу с частотой, с потенциальной стоимостью и с конкуренцией в контексте. Выбранные ключи выгодно выбирать сразу и выгружать в Excel. Вторая задача – это, собственно, сам сбор ключевых слов. И здесь нужно собрать фактически ко всем нашим собранным идеям ключевых слов низкочастотные хвосты. Для этого мы создали специальную утилиту на нашем сайте, которой вы можете пользоваться абсолютно бесплатно. В первую очередь сервис можно использовать для сбора ключевых слов по маскам или так называемой матрице. Вы можете заполнить все шесть колонок, которые есть здесь, по простому правилу. В первую колонку впишите слова, которые будут использоваться как основные ключевые запросы. А в другие группы заполните слова, которые, условно говоря, будут продолжать эти запросы с другими словами. В следующей колонке заполняете базу минус-слов и указываете регион. Зачем нужен регион? Вы будете использовать Wordstat для быстрого поиска ключевых слов. При нажатии на кнопку «Получить ключевые слова» будет сгенерирован список всех фраз, которые вы пересекли между собой. При нажатии на любую из фраз откроется окошко Wordstat и будут подобраны все поисковые подсказки под вашу комбинацию. Если вам неудобно пересекать множество слов между собой, вы можете использовать классические операторы Wordstat. Так, вышеперечисленная фраза может быть легко заменена на вот этот простой поисковый оператор. Просто нажмите кнопку «Найти еще ключевые слова» и посмотрите результат. Итоговый результат учтет все минус-слова и все комбинации ваших ключевых слов. Как вы видите, выдачу можно легко изучить и выбрать те слова, которые нам нужны и те, которые нам абсолютно бесполезны. Слова, которые нам нужны, закидывайте в колонку «Минус-слов». Слова, которые нам полезны, забрасывайте в колонку, которые разбиты у нас по пяти групп. Повторное нажатие кнопки «Получить ключевые слова» и «Найти еще ключевые слова» сделает за нас большинство работы по поиску ключей. Здесь уже будут исключены те фразы, которые вы учли, и будут показаны те остальные фразы, которые вы, видимо, забыли при анализе семантики. За эту процедуру следует повторить по второму и по третьему кругу. Завершающим этапом это изучение низкочастотных запросов, которые есть под каждую фразу. Для этого вам может помочь кей-коллектор или используете непосредственно выдачу Wordstat, кликая на каждый запрос и изучая выдачу по нему. Например, кликаем на запрос «Продвижение в Яндексе», вы легко можете заметить, что выдача по нему видна непосредственно в одном экране, который можно легко скопировать и закинуть непосредственно в Excel. Также сервис может применяться для пересечения слов между собой. Так, вы можете заполнить каждую из колонок, пересечь слова и получить результат. В итоге вы получите слова, которые являются пересечением первой колонки со всеми последующими. Принцип работы следующий. К слову, которое было указано в первой колонке, присоединяется слово, которое было в других. Если же вам нужно вставку слов в середину фразы, вы можете использовать оператор звездочку. Работает он по простому принципу. Слова, которые указаны в третьей колонке, будут вставляться вместо звездочки при подстановке. То есть, например, в фразе «Аренда квартиры» будет использована аренда однокомнатной квартиры, а не так, как было в первоначальном варианте «Аренда квартиры однокомнатной». Итоговые собранные ключевые слова следует кластеризовать по будущим страницам. Какие это страницы будут, мы рассмотрели в предыдущем варианте. Это наша структура, на которую мы будем их разбивать. В данном случае, первый ключ, который мы будем выбирать, это цена или прайс для нашей страницы. Просто отберите нужные ключевые слова, создайте группу «Цена» и переместите слова в нужную группу. Также поступите с другими словами, которые вы считаете, что могут быть объединены в единую страницу. Просто отметьте эти фразы и перенесите их в соответствующую страницу. В итоге отобранные ключевые слова затем сортируете по частотности и отбираете от мусора, и получаете кластеризованный список для вашего сайта, то есть практически семантическое ядро. Готовые ключевые слова вы можете использовать непосредственно в контекстной рекламе или в семантическом ядре. Они будут уже сгруппированы по кластерам, как я и показал, и вы можете их добавлять в Key Collector, либо сразу уже давать копиратору на написание контента. Мы будем рады вашим комментариям, которые вы будете оставлять под этим видео. Задавайте любые вопросы и пожелания для доработки этого сервиса. Мы будем учитывать все ваши рекомендации и будем дорабатывать наш сервис. Также подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. До новых встреч!